Здравствуйте и добро пожаловать в Санкт-Петербург! Через несколько минут в Ледовом дворце начнется игра между командами, которые традиционно входят в сезон с серьезными амбициями. Забрали в зону атаки. У вас на синей линии. Там Миро Алтанин располагается. Ажиганов. Кистевой бросок и гол! 1-0! Не удалось Исаеву среагировать на бросок Андрея Кузьменко, но бросок у Андрея Кузьменко, конечно, просто фантастический. Здесь, вот даже на повторе, я думаю, мы увидим, у вратаря Локомотива было не так много шансов. Не так много шансов оставил вратаря Локомотива Андрей Кузьменко. За спину себе оставляет шайбу Эмиль Галимов. Уже стучит клюшкой Магнус Хелберг, сигнализируя о том, что на льду появляется пятый игрок. Антон Ландер появился, приезжает в зону защиты. Но в этот момент Антон Бурдасов бросает неотразимо и укрепляет преимущество СКА. 2-0. Антон Бурдасов, три заброшенные шайбы в трех последних играх СКА. Причем забивает он именно по одной, но в каждом матче, ну и сегодня тоже сумел отличиться. Пандрата КСКА не заканчивается опасным моментом. И вот здесь по правому флангу Петерсон бежит, бросает в ближний угол. Добивание Хелберг. Ну а нам показывает момент Андрей Петерсон. Андрей Петерсон сегодня празднует свой день рождения. 30 лет сполняется этому нападающему Локомотива с этого сезона. Здесь борьба 2 в 2 и в этой борьбе сильнее оказываются хозяева. Вей переводит шайбу на противоположный фланг. Шайба уже в зоне Локомотива. Момент шикарный. И Линдон Вей бросает с дальнего пятака. Но Коновалов блином в сторону отбивает шайбу. Бэнксон бросок и гол. 3-0. Перевели эту атаку в позиционную в результате. Чего дальний бросок защитника СКА Бэнксона не без рикошета, судя по реакции Коновалова в основном. Но тем не менее в клюшку. От клюшка мапа он попадает. Игрока до Локомотива шайба попадает и меняет направление своего движения. Кирилл, не мне тебе рассказывать. Ты достаточно много времени прошел. Ты знаешь, что ракушку на переправе не меняют. Ну это да. Да, так что есть вещи, которые некоторые хоккеисты при переходе в другую команду из баллончика перекрашивают перчатки. А вот выходы у нас один на один. Алексеев с неудобной руки. И 3-1. Счет становится. Так, прибавил ногами. 91-й номер Локомотива ушел от защитника СКА и с неудобной руки отправляет шайбу в ворота Магнуса Хельберга. Интересно. Алексеев все сделал здорово. Бурдасов постоянно ищет бросок, перемещается, в том числе и поднимается к синей линии. Это будет там только располагаться на линии броска, как это делал сейчас Черепанов. Федерсон появляется на льду, но атака-то у СКА еще не закончилась. И вот Коновалов справляется с серией добиваний и прижимает шайбу ко льду. У нас первая коммерческая пауза в третьем периоде. Кемпанин с неудобной руки отправляет шайбу по борту. Там очень опасный, кстати, силовой прием был. Вот это Евгений Тимкин, да, проводил силовой прием против Никиты Черепанова. И увидим, что так скамейка-то открыта была. Отбросил шайбу за ворота, тем самым позволил своим партнерам игру продолжить. Но вывести шайбу армейцам не удается из зоны пока. Качок короткая передача на Петерс. Набросок от синей линии. И нас ждет очень интересная концовка, потому что шайба после броска Никиты Черепанова находит вот эту лазейку в амуниции Магнуса Хельберга. И «Локомотив» сокращает отставание в счете до минимума. 3-2. Снова «Брасовни» остается за игроками СКА. И по статистике «Брасовни», я хотел сказать, да, вполне оправданное решение от Ажиганова. На точке был Кемпайнен. И у нас 4-2. Эмиль Галимов ставит точку в этой игре. 6 секунд до конца этого матча. И Эмиль Галимов вновь возвращает преимущество армейцам в две шайбы. Первый гол Эмиля Галимова в этом сезоне. Первый гол Эмиля Галимова за СКА. Первый гол Эмиль Галимов в этом сезоне. Первый гол Эмиля Галимов в этом сезоне. Продолжение следует...